Виктору Ивановичу 81 год. Из них 53 – это непрерывный стаж работы в Федеральном научно-производственном центре. Сюда он попал после окончания Челябинского политехнического института. Подсчитывая, сколько я прошел этот путь за 53 года, у меня получилось порядка 77 тысяч километров туда и обратно. Но учитывая, что я прихожу, ухожу на работу и на обед также. Идешь на работу, у меня, наверное, не было такого дня, чтобы я шел не с желанием. Ну, трудности, конечно, они есть. Знаешь, что этот день будет трудный. Ну и когда вопросы решены, возвращаешься домой уже довольный, настроение хорошее. Здесь, если все хорошо, значит дома нормально. Предприятие, на котором трудится Виктор Степанов, выпускает изделия специального назначения, функциональность которых необходимо подтверждать. Продукция проходит через руки инженера. Благодаря разработке Бейчанина характеристики удается получать с помощью датчиков. Прежде чем изделия допустить к производству, мы теоретически делаем определенные расчеты. Чтобы вы понимали, сначала все это делается прогноз в математических моделях. Но дальше любую математическую модель надо подтвердить какими-нибудь условиями эксплуатации. Снять характеристики и подтвердить, что эти условия воздействуют на данные изделия. Разработки Виктора Ивановича по достоинству оценили на предприятии и выдвинули его кандидатуру на Всероссийский конкурс «Инженер года-2018». В результате он получил звание лауреата в номинации «Техника военного и специального назначения». Награда прибыла из Москвы и сегодня она нашла своего героя. В отрасли у нас принято носить такие значки. Это, наверное, номинации «Орел» двухглавы, все как положено. И внизу подпись «Инженер». Виктор Иванович. Анастасия Бертенева, Алена Кисеева, Иван Зяблицкий. Наши новости.